Армия обороны Израиля полностью взяла под контроль западную часть города Газа и приступает к следующей фазе наземной операции, заявил накануне министр обороны Израиля Юаф Галланд. «Мы взяли под контроль и очистили всю западную часть города Газа. Началась следующая фаза. Наши силы действуют точно, решительно, с очень высокой координацией с военно-воздушными силами при поддержке очень сильной разведки». Ранее начальник генштаба Израиля Герцог Олеви встретился с военнослужащими Цахал в секторе Газа и похвалил их за военные успехи. «Мы близки к тому, чтобы уничтожить военную систему, существовавшую на севере сектора Газа. Мы завершим это дело, нам ещё предстоит кое-что доделать, но мы уже близки к этому». Израиль, судя по всему, планирует вскоре начать военную операцию уже на юге сектора Газа. Среди жителей некоторых кварталов южного города Хан-Юнис, как сообщается, Цахал распространяет листовки с призывом эвакуироваться. В Израиле считают, что главари Хамас находятся сейчас на юге сектора Газа. Об этом накануне писала британская газета Financial Times со ссылкой на израильские и западные источники. На фоне сообщений о готовящемся расширении израильской военной компании в Газе, Вашингтон вновь заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирного населения в секторе. Тем временем Цахал опубликовал новые видеокадры, на которых видно, сколько ещё оружия и боеприпасов Хамас было обнаружено на территории больницы Аль-Шифа. Израильские военные, по их собственному утверждению, также нашли вход в туннель на территории перед зданием клиники. «Силы Цахал обнаружили шахту туннеля в больнице Аль-Шифа, и в настоящее время группы сапёров исследуют там инфраструктуру. Мы также обнаружили автомобиль, который, видимо, предназначался для террористического нападения 7 октября, но он не выехал. В нём мы нашли много оружия». Сообщается, что в окрестностях больницы израильские военные также нашли тела двух заложниц – 19-летний военнослужащий Ноа Марциана и 65-летний Ягудит Вайс из Кибуца-Беэри. Обеих женщин похитили боевики Хамас 7 октября. В пятницу состоялись похороны Ноа Марциана. Накануне Беньямин Нетаньяху в интервью CBS заявил, что у Израиля были серьёзные доказательства того, что некоторых из заложников удерживали в больнице Аль-Шифа. Однако премьер-министр Израиля подчеркнул, что чем меньше он будет об этом рассказывать, тем лучше.